Уважаемые коллеги, казалось бы, что иммунный цитокиновый шторм сметет все с нашей палитры лекарственной терапии и останется только иммунотерапия. Конечно, первые впечатления, которые нас с первых секунд появления ошарашили, привели в некоторое замешательство. Казалось, что ничего другого, тем более в области лечения рака почки, в ближайшее время не останется. Мы видели, как быстро менялись стандарты, как иммунотерапия занимала все позиции в лечении этого заболевания. Но, тем не менее, шторм утих что-то выбросило на берег, а что-то осталось действительно в наших руках. И, на мой взгляд, тот препарат, о котором я буду сегодня говорить, мультикиназный ингибитор Кабазан-Тениб, очень вовремя появился как некая альтернатива, на мой взгляд. И, действительно, с другой стороны, как продолжение той ранней таргентной терапии ингибиторами тирозинки нас с новыми возможностями и с новыми перспективами применения. И его эффекты, конечно, дали дополнительные возможности в лечении больных раком почки. Конечно, сегодня нельзя не вспомнить о ковид-инфекции и те ранние рекомендации, которые дали Европейская ассоциация урологов, но, в том числе, Американская ассоциация, они очень похожи. Я думаю, что, действительно, у тех пациентов, кому в высоком приоритете необходимо проводить терапию, все-таки при раке почки целесообразнее отдавать преимущество ингибиторам тирозинки нас, ИДЖФ-ингибиторам, ну и в том числе Кабазан-Тенибу, по всей видимости, так как эта терапия у этой категории больных все-таки более предсказуема, И, ну, с ожидаемой меньше, возможно, меньшей токсичностью. Мы не очень себе представляем, как модуляторы иммунного ответа будут протекать при ковид-инфекции. Поэтому вот эти вот рекомендации, они действительно, на мой взгляд, подчеркивают, в том числе, важность сохранения терапии тирозинкиназами и подчеркивают актуальность. Понятно, что эти рекомендации были сделаны не просто так, а вот это деление на группы приоритета больных, они основывались на хоть и небольшом, но все-таки рандомизированном исследовании пациентов с метастатическим раком почки, у которых оценивали возможность наблюдения, и были выводы определенные критерии, по которым можно говорить, что все-таки ряд пациентов с метастатическим раком почки могут подвергаться динамическому наблюдению, и вот медианное наблюдение составило 38 практически месяцев, и только 22-46% умерли за этот период от прогрессирования. Если учитывать сроки для метастатических больных раком почки, то это, в общем-то, достаточно большие сроки, и поэтому вот эта категория некоторых больных, им возможно отложить лечение, а не начинать сразу, тем более в условиях этой пандемии. Ну и те исследования, о которых мы будем говорить, они подчеркивают роль кабазан-тиниба. Во-первых, конечно, во второй линии лечения это основное показание, хотя по результатам исследования второй фазы мы знаем, что и в первой линии лечения мы также как альтернативный режим можем использовать кабазан-тиниб у пациентов с метастатическим раком почки. Это записано в рекомендациях как АОР, так и РУССКО, ну и в том числе в зарубежных рекомендациях. Также везде прослеживается роль кабазан-тиниба, конечно, преимущественно во второй линии терапии. Нельзя бы сегодня не сказать о молекулярных каких-то механизмах действия препаратов, и в том числе они есть уникальные возможности у кабазан-тиниба. Это мультитаргетный ингибитор и два принципиально интересных пути, кроме VGFR-рецепторов, это МЕТ и АЭКСЕЛ. И благодаря как раз воздействию на эти пути и достигается дополнительный эффект у этого препарата в плане блокирования как пролиферации, так и выживаемости клеток, так и метастазирования или миграции клеток за свое органное расположение. Ну и в частности мы видим представлено непосредственно механизмы воздействия на МЕТ-рецепторы. Основное здесь воздействие идет на снижение пролиферации опухоли, за счет чего и тормозится опухолевый рост и дальнейшее прогрессирование заболевания. Но мне, так как о МЕТ-рецепторе достаточно часто говорят в отношении кабазан-тиниба, мне показалось на самом деле достаточно интересным другой путь через АЭКСЕЛ-рецептор тирозинкиназы, который также блокируется кабазан-тинибом. И мы видим, располагается он в 19-й хромосоме, соответствующем локусе. И при этом эти рецепторы, описанное их взаимодействие с PD-L1 рецепторами, в том числе на опухолевую клетку, и в том числе они могут участвовать в регуляции иммунного ответа, не только в пролиферации, не только в ангиогенезе, но и в регуляции иммунного ответа, выступая, по сути, тоже разблокируя иммунный ответ, в основном за счет эффекторного части иммунной реакции, в том числе активируя натуральные киллеры, которые и осуществляют основную, по сути, эту эффекторную часть иммунного ответа при онкологическом процессе. Поэтому, как раз в связи с этим, интересно и то, что было инициировано компанией ИПСН-исследование, где оценивается, и мы ждем этих результатов на ЭСМО, комбинации Кабазан-Тениба с Неволумабом, и зная те прекрасные результаты, которые продемонстрировали уже сегодня, исследования, которые закончились с комбинациями ингибиторов тирозин-кинас и иммунологических препаратов. Поэтому, на мой взгляд, подобный содружественный механизм двух рецепторов и вот этих двух путей, мне кажется, может быть, даст еще более интересные результаты, но мы их ждем, и на ЭСМО эти результаты будут представлены. Тем не менее, конечно, наибольший интерес представляет основное исследование, посвященное Кабазан-Тенибу, это исследование Метеор, которое было инициировано для пациентов с светлоклеточным раком почки с метастатическими проявлениями, как вторая линия после антивежи-ФР-терапии. Пациенты рандомизировались в две группы, получающие Кабазан-Тенибу, дозе 60 мг перорально ежедневно, и получающие Эверолимус 10 мг перорально ежедневно. На тот момент мы прекрасно знаем, что при начале инициации исследований Эверолимус был стандартной второй линией терапии метастатического рака почки. Первой конечной точкой была выживаемость без прогрессирования, но и также оценивалась общая выживаемость и частота объективных ответов и безопасность. Если говорить о непосредственном дизайне исследования и распределении больных по группам, мы видим, что распределение было симметричным по всем критериям и по группам прогноза, оценивались они по критериям Эмроскотт-Анкетерин-центра, и мы видим, что здесь группы практически одинаковые были у пациента как благоприятного, так промежуточного, так и плохого прогноза, хотя у пациентов плохого прогноза доля их была не так велика, но тем не менее 12% в группе казантиниба и в группе эверолимуса подобные пациенты присутствовали. Ну и по распределению метастазов, в том числе и в легких, и не только в легких, но и в печени, и в кости также пациенты были представлены как отражение уровня распространения опухолевого заболевания. Если говорить о предшествующей линии терапии, то абсолютно большинство принимало, то есть практически все пациенты получали ингибиторы тирозинкиназ, и все-таки у большей части пациентов, больше 70%, это терапии гибиторы тирозинкиназ были первой и единственной линией до второй линии выбора казантиниба. И абсолютное большинство из этих пациентов получало сунитениб, более 60%, но и остальная часть распределилась по запонит, 44%, больше 40%, и окситениб больше 15%. В этом исследовании была достигнута первичная и конечная точка, выживаемость без прогрессирования достоверно отличалась в пользу кабазантиниба, мы видим 7,4 месяца по сравнению, 3,9 месяца в группе перолимусы. Различия были достоверны таким образом, мы видим выраженное расхождение кривых в пользу применения кабазантиниба во второй линии терапии после ингибиторов тирозинкиназ. Также была оценена и общая выживаемость. Здесь мы видим достоверные различия в пользу кабазантиниба, 21 месяц по сравнению с 17 месяцем в группе евролимуса при статистических значимых различиях. Если оценивать частоту ответов, то мы видим также, что медиана времени была короче для кабазантиниба и частота как частичных ответов была выше в группе кабазантиниба по сравнению с эверолимусом. При этом полных ответов в данном исследовании зафиксировано не было. При оценке подгруппового анализе были оценены группы благоприятного основного промежуточного прогноза. Мы видим здесь достоверные преимущества у этой категории больных, несколько меньший эффект у пациентов с плохим прогнозом. И что говорит, что это наиболее предпочтительная группа для использования этого препарата. И мы дальше увидим при сравнении с неволумабом как раз для этого альтернативного препарата во второй линии как раз больше выгод получается для пациентов плохого прогноза по сравнению с промежуточным и хорошим. Ну и по остальным всем критериям оценки везде были преимущества в пользу кабазантиниба по сравнению с эверолимусом по всем тем критериям, которые оценивались в данном анализе. Эффект не зависел от типа вида тирозинки нас, который принимали, сунитениб или позапониб. Все равно эффект был практически одинакой. В предшествующей иммунотерапии наличие или отсутствие также не влияло на эффективность кабазантиниба. Ну и, к сожалению, статус МЕД не продемонстрировал свое значение для выбора и предиктивную какую-то свою роль в выборе или отказе от лечения кабазантиниба. Мы видим, что независимо от экспрессии эффекты наблюдались у всех больных. То есть эффективность была независимо от экспрессии или отсутствия экспрессии МЕД-белка. Подгрупповые анализы общей выживаемости по костным метастазам и костно-висцеральным метастазам. Опять же, мы видим, что эффекты присутствуют у всех этих категорий больных. Нежелательные явления. Они, по сути, были сравнимы. Если мы видим, что суммарно и там, и там по 100%, то есть они не отличались. Отличался действительно несколько спектр. Если для кабазантиниба были больше характерны общие симптомы, это диарея, это гипертензия, это слабость, то для эверолимуса, конечно, были проявления со стороны легких, как проявление пульмонита, это кашель, одышка. В том числе кожные проявления и гематологические проявления значительно чаще фиксировались в группе эверолимуса по сравнению к кабазантинивам. Если говорить о более тяжелых проявлениях, то, в принципе, тенденция абсолютно та же. Несколько больше нежелательных явлений в третьей степени в группе кабазантиниба, 71% по сравнению с 60% в группе эверолимуса, и спектр также распределился, то есть спектр значительно отличался в одной и в другой группах. По качеству жизни группы как минимум не расходились, и вот эти критерии, они были оценены в обеих группах как одинаковые. Время до ухудшения общего состояния в группе кабазантиниба продемонстрировало лучшие показатели по сравнению с эверолимусом, опять же, при статистически значимых различиях. И при оценке непривомого ретроспективного анализа эффективности кабазантиниба по сравнению с другими ингибиторами тирозинки нас, мы видим, что, конечно, эффективность была в преимуществе кабазантиниба по сравнению со всеми другими привычными нами препаратами. Это и оксетиниб, и виролимус, и неволумабы по сравнению с плацебо. Результаты выживаемости без прогрессирования для кабазантиниба видно на графике значительно лучше по сравнению с этими препаратами. Опять же, ретроспективный анализ, который сравнивал результаты лечения неволумабом и кабазантиниба, мы видим, что как минимум сравнимые результаты у обоих препаратов. И, наверное, здесь действительно таких явных преимуществ по эффективности мы не можем выделить, которые бы нам давали возможность определиться в терапии. И, конечно, основными критериями выбора будет последовательность, которая была у этих пациентов в первой линии. То ли это иммунотерапия, комбинированная иммунотерапия, или все-таки применялись ингибиторы тирозинки нас. Ну, а также и группы прогноза, и, что немаловажно, это необходимость достижения быстроты ответа. То есть было показано, что у пациентов, получающих кабазантиниб, ответ наступал быстрее по сравнению с пациентами, у пациентов, получающих неволумаб. Всегда возникает вопрос, как это оценивалось, 1,9 месяцев и 3,5 месяцев. В исследовании Метеор первая компьютерная томограмма выполнялась на 8-недельном сроке. Это как раз те цифры, которые и приводятся. И именно по этим данным зафиксированы ранний ответ на проведение терапии тирозинки нас. Поэтому у пациентов с симптоматическим проявлением опухолевого процесса, наверное, преимущество назначения этих препаратов очевидно. Ну и то, о чем я говорил, в зависимости от группы прогноза, и мы видим, что пациенты с плохого прогноза имели несколько большие преимущества для назначения неволумаба, в исследовании Чекмет 0,25, и как раз пациенты с благоприятным прогнозом, промежуточным прогнозом, конечно, имели несколько больше, наверное, преимущества для назначения именно Кабазан-Тениба для этой категории пациентов. Ну и то, о чем часто достаточно говорили в отношении тирозинкиназных ингибиторов, это корреляция нежелательных явлений с онкологическими результатами, в частности, безрецидивной выживаемости. И мы здесь видим, что у пациентов, у кого были выраженные проявления гипертензии и гипотириоза для Кабазан-Тениба, имели лучшие показатели безрецидивной выживаемости. Что, наверное, является тоже одним из таких важных, может являться важных прогностических факторов в плане того, что мы должны активно осуществлять профилактику развития этих осложнений, в том числе активно бороться с этими осложнениями в процессе лечения. И у этих пациентов мы можем ожидать лучшей все-таки эффективности в отношении онкологического прогноза. Ну и еще один анализ использования Кабазан-Тениба в реальной практике, где также показаны абсолютные преимущества, независимо даже от линии проведения терапии, как в первой, так во второй, так и в третьей, так и в четвертой линии терапии Кабазан-Тенибом по сравнению с другими ингибиторами тирозинкиназ. Спасибо за внимание.